Я вообще расслаблен. Расслаблен. Нет, по жизни я расслаблен. Здорово, ребят. Привет, парни. Этот видос называется... Он очень полезен для вас, потому что мы решили снять топ-7 полезных, вернее, не полезных советов, как никогда в жизни не найти себе хорошую классную девушку. Ту самую единственную девушку, женщину. Я тут не вижу, что мы написали. Первый совет, ребята, обязательно делать эти советы, и будет вам счастье. И вы никогда не найдете себе любимую девушку. Ну, так, как вы и хотите, в принципе, да? Первый совет – это откладывать на потом и говорить, и думать, что я подожду, что личная жизнь – это не самое главное, что можно еще полгодика потянуть, можно годик потянуть. За последнее время я слышал очень часто такую фразу, что мы готовы развиваться, но, пожалуй, что не в этот раз, а весной у вас будут тренинги, или, может быть, летом следующим. Когда я первый раз такое слышал, я прямо просто невероятно искренне удивился. То есть, ну, серьезно? Серьезно ты готов отложить это на полгода, на год, и не развиваться в этом направлении? То есть, да, у меня сейчас такая ситуация. Это говорят парни, которые уже настроены развиваться, найти себе девушку. Но они готовы отложить это на год. Ну, либо никогда, ни в коем случае не выходи, никогда, ни в коем случае не в поля, не знакомиться ни в клубы, ни на улицу, ни в парке, не вздумай этого делать, потому что каждый раз обязательно говори себе, что «Не, сегодня у меня не то настроение, сегодня грязные ботинки, сегодня у меня газы, не знаю, что-то еще». То есть, ну, не сегодня. Следующий совет, Дэнджик. Развивайся в других направлениях. После того, как ты заработаешь деньги, накачаешься, отрастишь себе огромный инструмент. Конечно же, девушки сами будут с тобой знакомиться. Твоя жизнь кардинально поменяется. Это то же самое, что тренироваться, не знаю, тренироваться год по теннису, учиться отбивать мячики, а потом выступать на соревнованиях по боксу на чемпионате России. Да, ты будешь сильным, быстрым, вроде бы ты спортсмен, все классно, но понимаете, ребята, это немножко разные направления. Так что не вздумайте, ребята, не вздумайте. На тренинге часто бывает такое, что парни приходят и красивые, накачанные, успешные, но тем не менее они поняли, что надо все-таки в этом вопросе отношений уделить отдельное внимание. Поэтому, если ты не хочешь найти себе девушку, пользуйся этим советом. Обязательно развивайся во всех направлениях, обязательно, но только не в направлении женщин, потому что отсюда же следующее, отсюда следующий совет, который плавно вытекает из предыдущего. Обязательно думай и будь убежден в том, что все само по себе наладится. То есть мир, он так устроен, что когда ты ничего не делаешь, когда ты пассивен, когда ты просто не принимаешь никаких попыток, все само с собой налаживается. Ты же понимаешь, что все вот эти парни на дорогих тачках или там чемпионы по каким-то видам спорта, я же надеюсь, ты понимаешь, что они ни хрена ничего не делали, и у них раз и бамс, и все само по себе произошло. Просто фортунуло парням, просто получилось фортунуло. Шоколад не виноват. Та самая девушка сама тебя найдет, понимаешь, она упадет тебе как снег на голову, тебе не нужно... Самое главное, да, ничего не делать и надеяться на чудо, это самое ключевое. Следующий, четвертый совет. Четвертый совет, если ты высокодуховный, очень нравственный парень, тебе, естественно, не нужны инструменты, как знакомиться с девушками. Ведь высокодуховные, нравственные девушки, они как-то... Ну, с ними сразу в ЗАГС идешь. То есть ты ее встречаешь, тебе не надо говорить ни привет, ни комплименты. Нет, тебе надо будет просто вот так посмотреть на нее, а ей на тебя. И вы все поймете, вы созданы друг для друга, и вам не нужны ни свидания, ни разговоры об отношениях. Вы сразу пойдете в ЗАГС. Секс вообще, не дай бог, то есть, ну, не в моем случае. Нет, только после свадьбы. Поэтому, ребята, я дополню к этому совету. А в чем был совет? То, что им не нужно... Даже в такой ситуации им не нужно делать первые шаги, ну, брать эти инструменты и пользоваться ими. Рабочие инструменты ни в коем случае нельзя брать. В этом случае вам просто нужно ждать там такую девушку, и все. Чудеса случаются, ребят. Я еще хочу добавить к этому совету. Обязательно думай, что тебе не нужен разврат, блядство, вот это все, вот распутство. Потому что, ну, мы же только этим и занимаемся, собственно говоря. Конечно, естественно. В принципе, мы развратники номер один и номер два в... Ну, я, Руси, бывшего СНГ, короче. Все само по себе, да, наладится. То есть, женщинам не нужен секс, и вообще ничего не нужно. Не нужна инициатива. Все происходит само по себе. А еще лучше просто сразу стой возле ЗАГСа, и, как бы, и девушки тоже так делают. Они приходят и стоят возле ЗАГСа. И вы пересеклись взглядами и такие подумали, давай-ка мы зайдем, и давай-ка мы зайдем, и вы зайдете. Следующий совет, ребята. Совет номер пять, да? Да. Никогда, слышишь, никогда в жизни не прибегай к помощи других людей. К помощи тех, кто больше тебя в этом понимает, специалистов, профессионалов, ну, или каких-то людей, у которых было больше опыта с женщинами, чем у тебя. Ни в коем случае не делай этого. Не читай книжки, не смотри видео, не смотри видеокурс. И уж тем более, самое главное, не вздумай, не вздумай просто, не ходи ни на какие тренинги. Ни в коем случае этого не делай. Ты всего добьешься сам. Так же, как и в любых других сферах. Ты сам занимаешься спортом, сам зарабатываешь деньги. Тебе не нужны тренеры ни в какой из них. Действуй, парень. Ты всего добьешься сам. Не прибегай к совету других. Да, обязательно рассчитывай в этом плане только на себя. Следующий совет. Совет номер шесть. Денчик. Ищи как можно больше причин, почему тебе не нужно это. Ты слишком молодой, ты слишком старый, ты слишком толстый. Я уверен, что твой глаз сейчас косит немножечко, потому что вот я сейчас вижу, да-да-да-да-да, он на 30 микрономиллиметров чуть меньше, чем другой. Чувак, все, утебнул. А твой нос просто невероятных размеров. И именно с таких, вот если бы чуть-чуть поменьше, то можно было бы. Или чуть-чуть побольше. Но вот, понимаешь, вот с таким носом тебе ничего не светит, бро. Вообще, ни в коем случае. Вот. Как можно больше находи в себе причин. Ты слишком молодой, наверняка. Тебе еще рано. Тебе еще только 26 или там 32. Или ты слишком старый, тебе 43. И ты думаешь, что, ну это же не солидно. То есть, это же как-то вот. Кстати, на наших тренингах большая часть ребят, это, наверное, где-то 27-30+. И процентов 20-30 это в последнее время приходят старперы. Я не знаю, что они там забыли, потому что, ну как бы, они не внемлят нашим советам. Они не думают, что они слишком старые. Они приходят после каких-то браков, отношений, да, и хотят. Они заработали денег, они всю жизнь херачили. Они почему-то решили, что если у них, ну, один раз не получилось, они почему-то в 40 лет могут себе позволить и прийти развиваться. Ну просто, как так можно? Поэтому ни в коем случае, ребят, ни в коем случае, если вам, например, с тем меньше 25, то тебе еще рано. Если тебе 25 или больше 25, то тебе уже, сука, поздно. А, я, кстати, сейчас знаю, что вспомнил. У меня есть один знакомый, который в нашей юности говорил, что, Денчик, у нас пока, ну, просто телочки молодые, они, как бы, ну, по-другому реагируют. Они еще не подросли. Вот будет 22-25, типа, все само собой наладится, все, типа, будет четко. Ну и, собственно, вы, я думаю, догадываетесь, что этот парень невероятно успешен сейчас с девушкой. Да. Да, именно так. Вики Одинцова, именно его женщина. Ну или кто там, не знаю. Я только ее знаю из всех этих самых нежеланных женщин в этом, так сказать, на просторах интернета. И последний, заключительный совет. Никогда, ни в коем случае не вкладывайся, не вздумай вкладываться в собственное обучение, в собственное развитие. Не будь лохом. В прокачку своих навыков. Ни в коем случае, да. Потому что таких парней, которые разводят лохов, вот, ну, как мы, блядь, мы же это, главные разводчики лохов третьего разряда и пятой категории. Есть удостоверение, да? Да, у меня есть. А, блядь, в другой куртке. Так вот. Мне пока не выдали, я только начинаю, ребят. Ну, он потому что только стажер по разводу лохов. Вот. Ни в коем случае, никогда в жизни запомни, не вкладывайся. Будь то книжка, не вздумай покупать книжки. Будь то какой-то видеокурс, не вздумай. А если тебе предложат тренинг, просто обливай этого человека бензином и себя заодно рядом. И выжигай. Либо если ты все-таки решил у кого-то спросить совет, то, естественно, это должны быть какие-то твои друзья. Причем друзья должны быть такие. Выбери самого матерого, у которого самая жирная, некрасивая, вонючая жена, которая ему обязательно каждый день говорит, ты где? Я тебя спрошу. И только его советы ты должен принимать во внимание. Всех остальных своих друзей ни в коем случае вообще. Этот человек пожил, этот человек мудрый. Вот такой, ребята, топ советов, как никогда не найти себе женщину, девушку, мечты и как прожить жизнь не так, как вы хотите. То есть, ну, вы же все именно этого и хотите, ребят. И у меня, кстати, плохой совет есть, вообще ненужный, бесполезный. Или ты что-то добавишь? Мочевого. Нет, ты захотел что-то. Но я как раз про него. А, про совет? Вот. Ну, и в принципе, самый ненужный херовый совет, который, наверное, есть. Это от 25 по 28 октября в Москве пройти тренинг-практика, на котором... И 15-18 ноября в Новосибирске. И там и там мы будем с Денчиком и еще и с Юрой, возможно, даже ходить с вами рука об руку и учить вас плохому. То есть, заниматься с вами развратом. Там не знаю, что еще. Делать так, чтобы вашей... Невероятной дерзостью подходить к девушкам. Да, вести себя нагло, бесцеремонно, как тварь просто. Да, и самое главное, делать все, чтобы ваши друзья потом сказали, что ты какой-то стал, блядь, пидорас, короче. Мы вот хотим пиваса попить. Поехали в баню. Да, в баню. В баню. Что ты с мужиками в баню? А ты что-то со своими девушками? Не, мужик, ты что? Вот. Именно этим мы будем заниматься с вами 4 дня с 25 по 28 октября в Москве и с 15 по 18 ноября в городе Новосибирске. Городе-герой. Городе-герой Новосибирск. Герой, наверное, тоже герой, как и Москва. В нашем сердце он герой. Поэтому, ребята, самый плохой совет находится по ссылке под этим видео. И вам остается только зайти и нажать на кнопочку, оставить свою заявку, свой контакт, узнать, сколько это стоит. Сказать, да вы что там охерели совсем, что ли, блядь? Вы что себе позволяете? Ну и хотя бы узнать, сколько это стоит. Все, ребята, это был Шамшурин, это был Денчик. На связи. Всем пока. Счастья, здоровья. Пока. Рубай.